Крылья с чердака 25. Виноватого, невиноватого, Как природа любит живая, Ты люби меня, не уставая. Называй меня так, как хочешь, Или соколом, или зябликом, Ведь приплыл я к тебе корабликом. Неизвестно, днем или ночью, У кораблика в тесном трюме Жмутся ящики воспоминаний, И теснятся бочки раздумий, Узнаваний, неузнаваний, Лишь в тебе одной узнаю Дорогую судьбу свою. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Валерия Кореная в программе «Крылья с чердака». Только что прозвучало стихотворение 1961 года Михаила Светлова. Поэта, драматурга, невероятно остроумного человека, меткие фразы которого стали афоризмами и давно разлетелись на цитаты. «Красивым я получаюсь только на шаржах», — говорил Светлов. Однажды к нему подошел знакомый поэт и попросил в долг сто рублей. Этот поэт любил крепкие напитки и часто занимал деньги без возврата. И Светлов сказал, дорогой мой, занимать деньги надо только у пессимистов, так как только они заранее знают, что им не отдадут, а я, к сожалению, безденежный оптимист. Вот таким безденежным оптимистом он и прошел через всю свою жизнь, насыщенную и короткую. В 61 год был отпущен поэту. Лишь об одних его знаменитых светловских хохмах можно говорить часами. Но действительно ли он был таким шутником? Или под маской шутовства скрывалась боль? Сам поэт был гораздо мощнее и глубже даже своего неиссякаемого остроумия и самоиронии. Если вдуматься в смысл сказанного им, то каждая фраза — отдельная философская тема. Один автор детективной пьесы, которая шла во многих театрах, купил массивные золотые часы с массивным же золотым браслетом. Увидев это роскошное сооружение, Светлов усмехнулся. Старик, они пропитили нам секундную стрелку. Он всегда шутил на тему денег. У него их никогда не было. Даже когда они появлялись, он их сразу раздавал друзьям, уборщицам, лифтершим, просто незнакомым людям. А на вопрос об участии в борьбе с голодом, много позже он ответит. Больше голодал, чем помогал голодающим. И это будет лишь отчасти шутка. Хотя, живя в детстве и юности впроголодь, он будет все отдавать. Какие уж тут шутки. Михаил Светлов родился в 1903 году на Украине в городе Екатеринослав, в сегодняшний день Пропетровск. Там и тогда появляется на свет Михаил Аркадьевич Шейнкман, будущее Светлов. В автобиографии он писал, отец буржуа мелкий, даже очень мелкий. Он собирал 10 знакомых евреев и создавал акционерное общество. Акционерное общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между расходом и приходом шла на мое образование. Отец будущего поэта Арон Борохович Шейнкман, ремесленник, мать Рахиль Ильевна. У Михаила уже есть сестра Елизавета. Светлов вспоминал, как отец притащил домой мешок с томами классиков. Книги предназначались не для чтения, а чтобы превратиться в кульки для семечек. Мать Моти, как его называли в детстве, славилась на весь город производством жареных семечек. К счастью, сыну удалось добиться своего. Книги превращались в кульки только после того, как он их читал. Пушкин и Лермонтов произвели на мальчика столь неизгладимое впечатление, что он пишет свой первый роман. За два часа. Называет его Ольга Мефузорина. Героиня романа, по признанию автор, мучилась недолго. Она умерла через две с половиной страницы. Роман окончен. Лишь немногие близкие друзья догадывались, что за ироничностью Светлова скрывается ранимость, скромность, внутреннее одиночество, знакомое каждому поэту. Михаил Аркадьевич был отзывчивым человеком. Однажды заметил, как стоптаны туфли у тихой буфетчицы в ЦДЛ. Центральный дом литератора, в котором он был завсегдатаем. И молча отдал ей гонорар, чтобы она купила себе новые. Когда сам поэт оказывался без копейки, он куражился над своим безденежьем. И острот по этому поводу у него было не перечесть. Однажды он пришел в издательство в день гонорара, но выяснилось, что его имени в ведомости нет. Другой бы расстроился. А Светлов пошутил. Давно не видел денег. Пришел посмотреть, как они выглядят. Первое его стихотворение было опубликовано в 1917-м в газете «Голос солдата». Ему всего 14. Жили они крайне бедно. И свой первый гонорар поэт потратит на большую буханку белого хлеба для всей семьи. А уже в 16 он становится главным редактором одной из губернских газет. И берет себе светлый псевдоним. Светлов. Юный поэт, полон вдохновения, идей, свершений. В этом возрасте ведь кажется, что можешь перевернуть мир. Он вступает в комсомол. А там нужны оптимисты, обладатели наивно-утопической веры, возможность изменения человечества в лучшую сторону. Там нужны комсомольские романтики и жертвенность. Не правда ли красиво и многообещающе? Особенно в сочетании с революционными маршевыми песнями в ритме стука сердца. А это, как и любая грамотная пропаганда, успешно зовет к новым свершениям. 17-летний редактор молодежной газеты уходит добровольцем в Красную армию. В 1923 ему 20. Выходит первый его поэтический сборник «Рельсы». Переезд в Москву, где он становится членом литературной группы «Молодая гвардия». Это объединение литераторов, воспевающих революцию. Знакомство и дружба с Эдуардом Багрицким. Московский университет – поддержка левой оппозиции. И тот самый случай, когда говорят «Не сотвори себе кумира». Светлова станут преследовать за симпатией к троцкистам, и его одержимого комсомольца исключат из этой организации. Ему придется печатно отречься от символа молодежи Троцкого. Поэта простят и не тронут. Это потом, под конец жизни, перед нами будет ироничный мудрец, с печально усмешкой оглядывающийся на свое прошлое, в котором осталась Гренада, вызывавшая зависть у Маяковского, Каховка, ставшая символом советской власти с бронепоездом на запасном пути. Ольга Бергольц вспоминала, как в 1926 году молодой Светлов черноволосый, с неистово-синими глазами, в длиннейшем полушубке со множеством сборок на талии, похожем на бабью юбку или ямщицкий кафтан, прочел недавно написанную им Гренаду. Светлов проснулся знаменитым после публикации. Когда узнавали, что перед ними тот самый автор Гренады, ему открывались все двери. Гренада сделала Светлова настоящим классиком при жизни. Стихотворение положили на музыку 20 композиторов из разных стран. Его переводили на все языки. А на самом деле ведь все просто в зарождении стихотворных тем. Вот как сам Светлов описывает историю создания Гренады. Я проходил по Тверской, мимо кино Арс, там теперь театр имени Станиславского. В глубине двора я увидел вывеску «Гостиница Гренада». И у меня появилась шальная мысль. Дай-ка я напишу какую-нибудь Сиренаду. Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, я начал напевать «Гренада, Гренада». Кто может так напевать? Не испанец же? Это было бы слишком примитивно. Тогда кто же? Когда я открыл дверь, я уже знал, кто так будет петь. Да, конечно же, мой родной украинский хлопец. Стихотворение уже было фактически готово. Его оставалось только написать, что я и сделал. Так что никаких мук творчества в данном случае у поэта не было. Стихотворение написано в порыве, сразу, не по Маяковскому, сравнившему работу над стихом с добычей радия. Вот этот шутник и юморист не избежал творческого застоя. Это время всегда для поэта тяжелое, страшное. Ему кажется, что больше никогда ничего не напишет. Страх этот парализует. Он перекрывает тот самый канал соединения с высшим разумом, по которому течет вдохновение. И получается вот тот самый замкнутый круг. Поэт не пишет. Это пугает еще больше. И писать уже почти невозможно. И внутри созревает кризис. Кто-то ищет замену творчеству в алкоголе, наркотиках. Кто-то переходит на другой вид деятельности, если удается. А кто-то годами надеется на то, что скоро эта капризная барышня по имени Вдохновения вернется. И настанет новый плодотворный период. Когда из-под пера рождаются какие-нибудь мимолетные стихи, записанные на ресторанных салфетках или эпиграммах к юбилею товарища, из-за спины вновь робко вырастают крылья. И кажется, что ты можешь их расправить. Но что-то тянет к земле. Вот и в творчестве Светлова после 1929 года начался долгий период застоя. Но прежде он успеет написать вот эти строки. С первого пожатия руки. Как переменилось все на свете. Обручи катают старики. Ревматизм. И мучаются дети. По севану ходят поезда. В светлый полдень зажигают свечи. Рыбам опротивила вода. Я люблю тебя, как сумасшедший. В это время в жизни Михаила Аркадьевича появится Леночка. Она работает у него машинисткой. Они поженятся. Леночка окончит факультет права. Станет юристом. Однажды раздастся телефонный звонок. Леночка возьмет трубку. Женский голос спросит Мишу. Леночка скажет, что его нет дома. И на вопрос, где же он и когда будет, ответит. Милая, он меня обманывает так же, как у вас. Детей у них с Леночкой не будет. И в 1936-м они разойдутся. Все оставшиеся годы их будут связывать добрые отношения. Светлов, уже очень известный поэт, долго жил в проезде художественного театра вместе с родителями. В 1935-м он написал стихотворение «Каховка», ставшее песней для фильма «Три товарища», Когда режиссер сказал ему, что нужны песенные стихи о Каховке и девушке, Светлов написал их за 40 минут. На вопрос режиссера, как же это так у тебя получилось, он ответил, ты плохо считаешь. Прошло 40 минут плюс моя жизнь. Дело в том, что без накопления чувств не бывает искусства. В этом стихотворении есть вот такие слова. Под солнцем горячим, под ночью слепою немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот эти две последние строки стали крылатыми. Поэт обратился к драматургии. И первую же его пьесу «Глубокая провинция» жестоко раскритикует газета «Правда». В 1941-м поставят его пьесу «Двадцать лет спустя», которая потом много лет будет идти в театрах. Но почти 30 лет понадобится, чтобы Светлов вернулся к стихам. В 1959-м выйдет сборник «Горизонт», в 1964-м «Охотничий домик», даже удостоенный Ленинской премии. Правда, посмертно. У нас ведь всегда любили мертвых, а не живых. Стихи, вошедшие в эти сборники, были написаны уже в период хрущевской оттепели. А тогда, в 29-м году, ГПУшникам удалось сломать Светлова, погасить в нем поэта. Он пишет «Каждый год и цветет, и отцветает миндаль. Миллиарды людей на планете успели истлеть. Что о мертвых жалеть нам? Мне мертвых нисколько не жаль. Пожалейте меня. Мне еще предстоит умереть». Поэт стойко и мужественно переносил невзгоды, никогда не жаловывался. Он говорил, счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье обязательно конспиративным. Михаил Аркадьевич славился тем, что ни разу в жизни ни на кого не донес. Сам он ни разу был под угрозой ареста. Его вызывали на Лубянку. Он приходил нетрезвым. Его оставляли в покое. В 1934 году, когда создавался Союз Писателей СССР, Светлов считал, что от этой организации, кроме пошлой официальщины, ждать нечего. А еще он говорил, что хорошая грусть лучше плохого веселья. Что радость не бывает в чистом виде. Что настоящая радость – это гибрид прошлого с настоящим. Ничего не пережив, нельзя радоваться. И при этом в личной жизни он всегда был одинок. Даже когда был не один. 1938 год. Встреча со второй и последней женой, родом Ираклиевной Амираджиби. Она в составе грузинской делегации приехала на Первомайский парад в столицу. Родом, славящейся своей красотой, поручили ответственное задание. В национальном наряде преподнести дары с родиной товарищу Сталину. Но в последний момент всплыли сомнительные факты биографии. Княжеское происхождение. Отец ее репрессирован и умер в тюрьме. Бабка сидит. Испугались, что она может стать второй Фанни Каплана, совершить нападение на вождя. Со Светлом она познакомилась в ресторане Цедел. В 1939 году у них родится сын Александр. Сандро. Будущий сценарист и режиссер. Родом будет работать на Мосфильме, ассистентом режиссера, преподавать в Авгике и писать сценарии для научно-популярных фильмов. Она будет позировать скульптору Константину Тапуридзе, мужу Рины Зеленой для статуи Грузия, фонтана дружбы народов, на ВДНХ. Все будет неплохо. Но когда-нибудь должно выясниться, что от лирика до физика один шаг. И жена Светлова сделает этот шаг. Она уйдет к итальяно-советскому физику Бруно Пантекорова, кстати, поразительно похожего на Михаила Светлова. Когда поэт разошелся с женой, к нему в ЦДЛ подсел молодой человек с вопросом «Почему?». «Очень просто», – ответил Светлов, – «она любит петь грузинские песни и хором, а я еврейский и один». В 1928 году он пишет стихотворение «Большая дорога», которое позже с помощью композитора Андрея Петрова превратится в песню для фильма о бедном гусаре «Замолвите слово». Ее споет Андрей Миронов. Вот только вслушайтесь в то, как невероятно современно звучат слова, написанные 90 лет назад. После песни реклама, затем я вернусь, и мы продолжим разговор о Михаиле Светлове. В студии Валерия Коренная. Не переключайтесь. В эфире программа «Крылья из чердака». С вами Валерия Коренная. Мы продолжаем программу «Крылья из чердака» о Михаиле Светлове, поэте-драматурге невероятно светлой личности, с неиссякаемым чувством юмора и самоиронии. «Поэт – это тот, кому ничего не надо и у кого ничего нельзя отнять», сказал однажды другой поэт, Иосиф Уткин. «Нет», – мягко возразил Светлов. «Поэт – тот, кому нужно все, и который сам хочет все отдать». В годы Великой Отечественной войны Светлов ушел добровольцем на фронт. Работал военным корреспондентом. Солдаты поначалу испытывали к нему некоторые недоверия. Но все изменилось, когда он не прервал чтение стихов во время бомбежки. В другой раз после артобстрела Светлов развлекал солдат шутками и на слова командира о том, что обстрел был такой, что голову нельзя было поднять, ответил «Почему же? Можно было, только отдельно». Он воевал на Первом Белорусском фронте, где, как он говорил, совершенно непонятным образом взял в плен четырех немцев. С девятым танковым корпусом Светлов дошел до Берлина. Рассказывал, как однажды разведчики взяли его с собой в разведку. На обратном пути они попали под артналет. «Я нашел недорытую ямочку», — вспоминал Светлов, вообще он картавил. «Девять десятых моего туловища было подставлено фашистской артиллерии. Когда огонь утих, я поднялся и пошел к своим. И вдруг слышу, майор, майор, это правда, что вы написали каховку?» «Правда, как же вас сюда пускают!» Вот что значил поэт. Там же на войне в сорок третьем он написал своего итальянца. Первое стихотворение в поэзии военных лет о сочувствии к поверженному противнику. Светлов был награжден тремя орденами Красной Звезды. «Я коньяк», — говорил он. В большую поэзию он вернется только во времена Хрущевской оттепели и в пятьдесят седьмом напишет такие строки. «Как мальчики, мечтая о победах, умчались в неизвестные края Два ангела на двух велосипедах Любовь моя и молодость моя» Словно предчувствовал, что в конце жизни судьба даст ему второй шанс. Он встретится с Ниной Федосюк. Встретится вновь. Познакомились они еще в тридцать пятом, когда она была студенткой театрального института. Как актриса она не состоялась и работала в литературной газете переводчицей. Была замужем. У нее был взрослый сын. И вот через двадцать лет пути их вновь пересеклись. И Нина до конца жизни будет возле него, как верный и преданный человек, хотя жить они будут отдельно. «Я другом ей не был, Я мужем ей не был, Я только ходил по следам. Сегодня я отдал ей Целое небо, А завтра Всю землю отдам». Напишет в шестьдесят первом году поэт. Ему останется три года. Прогуливаясь по пляжу, обозревая фигуры загорающих пожилых людей, Светлов заметил Тела давно минувших дней. К быту он был совершенно не приспособлен. Однажды хотел угостить друга, открыл холодильник, который был совершенно пуст, и там лежал только футляр от очков. Светлов обрадовался, обнаружив пропажу, которую давно искал. После войны ему не разрешали выезжать за границу, ссылаясь на то, что он пьет, и что у него нет международного опыта. «Там забыли, что я однажды уже был за границей, вместе с Красной Армией, дошел до Берлина», усмехался Михаил Аркадьевич. Еще он писал эпиграммы и маленькие стихотворения. Вот такое, например, философское трехстишье. «Один атом ругался матом, и за это его исключили из молекулы». Словно речь идет о союзе писателей. С детьми он говорил взрослым языком и в то же время понятным им, детям. Когда сын Сандро как-то выпил чернила, и все в доме были в шоке, Светлов спросил, «Ты действительно выпил чернила? Глупо. Если пьешь чернила, надо закусывать промокашкой». А когда в 55-м году сыну от его грузинской жены исполнилось 16, пора было выбирать национальность и получать паспорт, он сказал отцу, что решил записать себя евреем. Светлов грустно улыбнулся, погладил сына по голове и сказал, «Успокойся, мальчик, никакой ты не еврей». «Почему?» вспылил Сандро. «А потому что никакой настоящий еврей не откажется от возможности написать тебе грузин», ответил папа. Как-то Литфонд долго не переводил Светлова денег. Заждавшись после многих напоминаний, из Ялты он послал вот такую телеграмму «Вашу мать беспокоит отсутствие денег». А когда в союзе писатели обсуждали молодого поэта, злоупотреблявшего спиртным, и поэт по молодости или по глупости оправдывался, «Ну что ж тут такого? Пушкин пил, Лермонтов пил, Бетховен, Моцарт». «А что пил Моцарт?» спросил кто-то. Тут же прозвучал голос Светлова, «А что ему Сальери наливал, то и пил». Как для его юмора, так и для его поэзии характерна особая интонация, человечная, сочетание в стихах романтизма с иронией и самоиронией, но и, конечно же, печальная мудрость и доброта. Даже в его стихах о войне, гражданской или отечественной, там нет агрессии. Он не ведал, что такое злоба и ненависть, он не умел испытывать этих чувств. Несмотря на простоту и скромность, Светлов не выносил понебратства, но отвечал в присущей ему иронической манере «всегда добрый». Как-то в ЦДЛ к нему подошел незнакомый начинающий поэт с синдромом храброго зайца. Он стал хлопать Светлова по плечу и называть Мишей. Светлов лучезарно улыбнулся и сказал, «Ну что вы, молодой человек, со мной так церемонитесь? Называйте меня просто Михаил Аркадьевич». Как-то принимали в союз писателей поэта, человека малоспособного, но пробивного. Светлов высказался против. Кто-то защищал, но ведь его стихи посвящены важной солдатской теме. Когда я читаю хорошие стихи о войне, возродил Светлов, «Я вижу, если ползет солдат, то это ползет солдат, а тут ползет кандидат в союз писателей». Незабвенного, чудесного Аркадия Михайловича Арканова, начинающего тогда писателя, подающего серьезные надежды, когда-то представили Михаилу Светлову. Это было в ресторане «Дом актера», куда мэтр для разнообразия периодически переселялся на пару дней из ЦДЛ. «Ну что, старик?» – выпросил Светлов. «Пишешь?» «Пишу», ответил 18-летний старик. «А где печатался?» «Да нигде пока не печатался!» «Ну-у-у-у», разочарованно протянул Светлов, «так и я могу писать». Михаил Аркадьевич не любил актера «Эс» и старался избегать общения с ним. Тот, добиваясь расположения поэта, как-то сказал, «Я могу предоставить справку, что я не подлец». «Будь у меня такая справка», ответил Светлов, «Я был бы подлецом». В Центральном Доме Литераторов отмечали тридцатилетие заурядного поэта. Один из приятелей и коллег по профессии сказал, что самым знаменательным событием в жизни юбиляра является то, что он родился в тот же день, когда умер великий русский поэт Сергей Есенин. Михаил Светлов тихо заметил, «Да-да, беда никогда не приходит одна», и ушел в буфет. «А вообще, он говорил, наша беда в том, что чужие недостатки мы считаем своими достоинствами». До последних дней Светлова не покидало удивительное чувство юмора. Однажды в ресторане ЦДЛ, как обычно у него заканчивались деньги, он взял салфетку и что-то написал. «Понимаешь, молодаване должны за переводы и молчат», говорит он, протягивает салфетку приятелю и просит сходить на почту, отправить телеграмму. Там написано «Молдавия, союз писателей, срочно переведите гонорар, в противном случае переведу обратно на молдавский». Светлов. Сегодня на доме Светлова в проезде художественного театра висит мемориальная доска. Характерный светловский профиль, стандартный текст. Очень жаль, потому что сам поэт под конец жизни предложил два варианта надписи на этой доске. Первый «В этом доме жил и не работал Михаил Светлов», а второй «Здесь жил и от этого умер». И далее по тексту. «В последние годы поэт тяжело болел рак легкого, но от сигарет не отказывался. Как-то уже лежа в больнице он позвонил друзьям и сказал «Старики, привезите пиво, рак у меня уже есть». С пивом ему принесли бутылку боржоми. Светлов потыкал пальцем в этикетку и слабеющим голосом сказал «Вот скоро и я буду, как здесь написано, хранить в холодном темном месте в горизонтальном положении». Только самые близкие люди знали об одиночестве поэта. Писатель и друг Светлова Лидия Лебединская за три года до его смерти в 61-м говорила, что ему нужно одиночество, но он страдает от него и страдает от отсутствия тепла душевного. В последние годы он очень похудел, если вообще так можно было сказать о Светлове, он всегда был худым. Если обращали внимание на его сутулость, он спрашивал и тут же отвечал «Что такое вопросительный знак?» Это постаревший восклицательный. В разговоре о жидкости, потребление которой ему велели ограничить, он прошептал «А что такое я?» Жидкость. Давно известна фраза Светлова о том, что дружба понятие круглосуточное. он сказал после того, как позвонил ночью другу, а тот спросил «А ты вообще в курсе, который час?» Однажды к нему пришла молодая писательница и стала читать свою пьесу. Он деликатно слушал. Дочитав первый акт, дама сказала, что вероятно пьеса слабая, и ей стыдно читать дальше. «Тебе стыдно читать?» ответил Светлов. «А каково мне слушать?» А один восторженный поклонник, знакомец с ним воскликнул «Боже мой, передо мной живой классик!» «Что вы?» ответил Светлов. «Еле живой». Теплый, ироничный, искренний, тонкий, открытый, при этом очень закрытый. Светлов стал трагической фигурой в ореоле эдакой революционной романтики. Ох, сколько же людей попадаются на эту уловку, на уловку какого-нибудь харизматичного лидера. И как жестоко они обманываются крушением всех надежд. Но несмотря на все трудности, нужду и решения, через всю свою жизнь Михаил Светлов пронес доброту. Добро он делал так, что люди даже не замечали. В последние годы жил один, ему помогали лифтерши, выносили мусор, прибирали в квартире. Как-то он купил огромную индейку и пригласил на ужин всех лифтерш дома с мужьями. Дворничихи в день рождения подарил роскошную вазу и при этом говорил старость это время, когда половина мочи уходит на анализы. Когда он в последний раз лежал в больнице, гонорар, присылаемый из разных издательств, горкой покоился на тумбочке. У всех приходящих Светлов спрашивал, тебе нужны деньги? Возьми, отдавать не надо. А сыну ухаживающему за ним сказал, у здешней няни есть внук, ему 6 лет, возьми его, поезжай в детский мир и купи ему все новые, ботиночки, пальто, костюм, старухе будет приятно. А заглянув в последний раз в ЦДЛ на вопрос, как себя чувствуете, Михаил Аркадьевич ответил, я чувствую себя ангелом, приехавшим в ломбард за своими крыльями. А что находят врачи? Талант, грустно ответил поэт. Свои крылья он заберет с собой. Михаил Светлов умер 28 сентября 1964 года. Он оставил недописанную пьесу, посвященную Экзюпери. Через три года ему посмертно присудили единственную профессиональную награду Ленинскую премию в разделе Поэзия. Светлов говорил, у Гёте есть замечательное определение путей поэта. Сначала поэт пишет просто и плохо, следующий этап, когда он пишет сложно и тоже плохо, и, наконец, вершина поэта, когда он пишет просто и хорошо. Вот и Светлов писал, как жил, по крайней мере, просто и порядочно, что значит хорошо. Он говорил, я счастлив, потому что убежден в том, что, когда люди меня потеряют, они загрустят. Кто-нибудь снимет с полки томик Светлова и молча полистает его. В этой бешеной круговерте я дорогу свою нашел, не меняюсь я, и к бессмертию я на цыпочках подошел. Так оно и оказалось. А уж предвидение это или притягивание каждый решит для себя сам. Литературу, считал Светлов, это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. До тех пор, пока его помнят, читают, цитируют, можно считать, что у Михаила Светлова такие же талантливые читатели, как и сам автор. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь в проведении программы и оставляю вас с песни на стихи Михаила Светлова с призывным названием «Выйди замуж за старика». Микаэль Теривердиев композитор, и он же ее исполняет. А мы с вами услышимся в следующий вторник, в полдень, на волне 620 АМ Дэвидзен радио. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. «Крылья с чердаком» «Крылья с чердаком» «Крылья с чердаком»